Валентина Кирилловна Бочкова встретила начало войны 19-летней девушкой. К тому времени, после окончания школы, она поступила в Рязанский пединститут на факультет языка и литературы. Также активно увлекалась спортом, входила в команду вуза по гимнастике. В июне 1941 года вместе с товарищами готовилась ко всесоюзным соревнованиям в Солочи. Там молодые спортсмены и узнали о начале войны от местного радиолюбителя. И сгрудились все над этим радиолюбителем, слышим, молотов выступает, Германия, без объявления войны, без объявления начала войну против нас. Все, мы все собираемся, наши мальчики, гимнасты, все тут же собираются в военкомат. Мы, девочки, то же самое. В те времена, вспоминает Валентина Кирилловна, молодежь стремилась во всем помогать в строительстве страны. Поэтому практически все молодые люди, в том числе и молодая Валя, приходили в военкоматы с просьбой зачислить их в действующую армию. Все четыре брата ушли на фронт. Один в Севастополе, два в армии. Третий брат был в Орле. Вот книга «Герои подполья». Он, это старший брат, он на заводе Медведева работал. Когда там немцы оккупировали, он был ревком подпольный. И они подпольно немцам там мешали жить. И в результате их заслали к ним в ревком предателя. И их всех, перед самым последним они собрались ревком. Их всех немцы арестовали, брата расстреляли. Расстреляли всех. Вот второй брат в это время бомбили в Севастополе. Он был в Крыму, в Севастополе. Третий брат был, он только вернулся с финской войны и опять попал на войну. В общем, все. И младший братишка мой был моложе меня. Но следом за мной его взяли в армию. Все четверо были в армии. Валентину Бачкову вместе с подругами отправили на курсы медицинских сестер. А после окончания обучения в Ивакогоспиталь. Первый раз столкнулись. Надо было в морге ходить, учились. Когда все это было впервые. Мертвых много было солдат. Вот эти все ужасы. Бесконечные эти бинты, гипсы, калеки. И обстановка была ужасная, конечно. Страшно вспомнить. И мы как раз попали, битва за Москву шла. Здесь вот все к нам попадали, все раненые, все, кто защищал Москву. Мы были дни, когда приезжал автобус, эти машины, прямо с передовой. И надо было срочно разгрузить тяжелые, мокрые шинели, грязные, в окопах, в грязи, на костылях, с гипсами. Больные, раненые, истощенные. И вот мы приходилось принимать. Девчонкам носили носилки. Надо нести этого больного. А на нем мокрый шинель, его сидр, как тогда называли. Тогда не было никаких рюкзаков и ничего. А мешок, свет и на плечо солдат. В нем у него вся жизнь. Вся жизнь. Письма, табачок, что у него есть. Вся жизнь в этом сидре. И нам приходилось принимать. Потом все это надо было их истории болезни записать. Все переписать, что у него. Сдать ночмату этот переодеть. Работы в госпитале было очень много, вспоминает Валентина Кирилловна. Тогда в начале ее службы шли упорные бои на подступах к столице. И раненых везли в Рязань эшелонами. Причем молодым девушкам было тяжело не только физически, но и морально. До сих пор Валентина Кирилловна в мельчайших подробностях помнит сцены, когда поступали к ним тяжелораненые красноармейцы. Врачи, конечно, прикладывали все силы, чтобы поправить здоровье солдат и вернуть их в строй. Но не всегда это удавалось. Очень страшно, когда привозили из танков, горели в танке. Вот один у нас, он у меня на всю жизнь запомнился. Он был весь обгорелый. И вот мы его положили, он мог лежать только на животе. Над ним сделали шатер. И вот залечивали эти ожоги. Ожоги. Вот. Как лечили. И движение, чтобы кровообращение у него восстановить. И, значит, дыхание, дыхательная гимнастика. И все, что можно было, старались хоть помочь человеку. Вот он на глазах молодой, обгорелый лежит. Надо его спасти. Умирает. Лазареты, лазареты. Слезы мам. Растелился желтым светом по углам. Здесь рассветы, как просветы кумача. Две полоски на погонах у врача. Две полоски. Острый скальпель. Кисти рук. И сидеет молодой еще хирург. И мрачнеет. Что поделаешь? Война. Он не бог, не чародей, не сатана. И не всех еще в палатах по утрам удавалось добудиться докторам. Этот бредит дотом. Этот хочет пить. Ах, скажите, доктор, буду, буду жить. И не верьте. И не верьте, если вдруг просит смерти однорукий политрук. И уже не поднималась кутирьма, если кто-то приглушенно. Мама. Ма. Только очи докторам застил, тумал. Было лет тогда им столько, сколько вам. Кстати, и Рязани до наступления перелома в войне пришлось почувствовать на себе мощь немецкой авиации. Город сильно бомбили. Ведь здесь находился важный железнодорожный узел. Страшно было, когда летали на Горький. Потому что в Горьком считали, что там правительство, что там туда заводы эвакуировались. Вот на Урал. И самолеты летят. Страшно было. Летит бомбардировщик. Пол начинен бомбами. Летит. И часто возвращается или здесь бросает на нас. Или возвращается оттуда, не добомбил опять на нас. Были вот прямо в центре города, были такие громадные, эти после бомб, воронки. Были вот. Очень много было разбомбили дома. Особенно бегали мы все, смотрели. Потому что было страшно. Около... Сейчас это наш рынок центральный. Там был детский сад. Упала бомба в детский сад. И мамы утром выходили, искали ножки. Вот это ножка моего сына. А это вот головка моего сына. То есть разбомбили, а детей всех кусочком разбросало. И родители ходили, собирали. Это вот было ужасно. Еще одним из тяжелых испытаний, вспоминает Валентина Бачкова, была плохая обеспеченность госпиталя, медикаментами и питанием. Голод был. Даже вот в госпитале кормили очень плохо. Очень плохо. Вот суп, это манки немного бросят, там она где-то бегает, плавает. И мороженая капуста. Все, это вот суп. Съешь 200 грамм хлеба. Потом это мы получали. Потом нам дали по 400 грамм. Это вообще была роскошь. 400 грамм хлеба. Утром моя приятельница, мы с ней в паре работали. Она, ой, я не могу, Валь, я не могу, я съем. Я съем. Нет. Вика, нельзя. Давай разделим на три части. Это вот утром, это днем, это вечером съем кусок хлеба. Сейчас, когда видишь, бросают хлеб, дети никак не едят. С ужасом думаешь, а мы прошли через что? Что мы ели, что мы пили? Какие мы худые были, истощенные все. Впрочем, когда стали пребывать в Рязань жители освобожденного от многомесячной блокады Ленинграда, свою порцию медсестры экономили, чтобы отдать обессиленным людям. Когда освободили блокаду, везли ленинградцев. Я вам скажу, это не надо видеть. Это ужас. Это вот черная кожа покрыт костей. Скелет черной кожей покрыт. Это было ужасно смотреть. Медперсонал у Ивака Госпиталя, чтобы выздоровление раненых солдат шло быстрее, приходилось устраивать концерты. Но это не было чем-то подневольным. Молодые девушки с радостью брали на себя эти обязанности. Кто-то читал стихи, кто-то танцевал или играл на музыкальных инструментах. Иногда даже ставили целые пьесы. А уж в госпитале надо было обязательно художественную самодеятельность. И я все, что умела. Гимнаст был акробатические этюды. Выступали на сцене. Читала стихи. Дальше. Ставили постановки, пьесы. Танцевали ритмические танцы. В общем, находились девушки, которые тоже так могли. Вот этим мы там занимались. Очень много отдавали вот этой художественной самодеятельности. Потому что без конца надо было. Опять говорили, давайте концерт, давайте концерт. Мы собирались опять в концерт. Все мальчишки влюблялись в нас, в медсестер, в девочек. Это было, что жизнь продолжалась. То есть все. И вот придешь в палату, сестра, ты к нему чаще подходишь. Ты ему первому сделал это. Ревнуют ужасно. И вот стараешься всех их уложить. Всех, все хорошие, все. Свою любовь Валентина Кирилловна также встретила, когда служила в госпитале. Но только ее мужем стал не попавший в лазарет боец, а еще школьный знакомый, который приехал домой с фронта. И День Победы встретили уже вместе. Вместе со всеми жителями Рязани. В три часа ночи по радио вдруг объявили победа. Кончилась война. В три часа ночи весь город выскочил на улицу. Все вышли, шумели, плакали, плясали, обнимались, целовались. Это было что-то вообще передать невозможно. Все враги обнимались друг с другом. Все, это был День Победы. Ну а потом мы уже днем все на площадь, все, все, все. Ну вот прям с трех часов ночи уже был праздник. После войны семья продолжила жить в Рязани. Муж Валентины Бачковой работал корреспондентом ТАСС, а она диктором на областной станции радио. Кстати, попала в профессию она совершенно случайно. Приходит ко мне моя приятельница, говорит, слушай, объявили конкурс дикторов на радио. А я и не знала, что это такое. Пойдем со мной, а то я одна боюсь. И мы с ней пошли. Это было на Подбельского, это дом, где наверху студия была. Мы туда пришли. Я ничего не знаю. Я никогда не работала диктором, ничего не знаю. Стали отбирать. Читают, читают, читают. 27 претендентов, желающих получить рабочую карточку. Все говорят, нет, нет, не годитесь, не годитесь. Все не годятся. А я сижу в уголке и говорю, может, мне попробовать? Они говорят, ну давайте. Я села к микрофону, стала читать. Они говорят, боже, да это то, что нам надо. И голос, и дикция, и грамотность. Все, прям все пошло, как по баску. Так я стала диктором. Судьба свела ее со знаменитым диктором всех времен Юрием Борисовичем Левитаном. Впервые увидела мастера эфира на стажировке в Москве. Всего же Валентина Бочкова проработала на радио более 45 лет. Выходила в эфир вплоть до 93-го года. Сейчас Валентина Кирилловна на пенсии. Занимается воспитанием правнуков, общается с подрастающей младежью в школах и институтах. И всегда им желает, чтобы такие события, которые ей пришлось пережить в своей молодости, не повторились никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова